Александр – учитель физкультуры. Анна – заведующая школьной библиотекой. А маленький Лев учится в третьем классе. Этих людей объединяет не только школа, но и общий дом. Семья Курдинович большая и дружная. Мама вырастила пятерых детей. Младший еще учится в школе. У старших уже своя семья и дети. Разъехались по всей России. Встречи стали редкими, но каждый раз очень тепло проходят. Александр не представляет и дня без своей жены. Она для него все – и опора, и надежный тыл. Это моя любовь. Без любви не было бы детей. Дети рождаются в любви. Огромное ей спасибо, что она есть. Чувства не утрачены за это время, если даже не приумножены в каком-то смысле. Я не знаю, мы без друга не можем. Мы работаем вместе в одной школе. Лев начинает готовиться ко Дню матери за неделю. Делает открытки и выжигает для мамы интересные рисунки, которые обязательно порадуют и поднимут настроение самому близкому человеку в жизни. Я ее очень сильно люблю. Она меня тоже любит. Она меня кормит. Меня родила. Меня учит. Как правильно писать. Как рассказывать стихи. Я пожелал бы, чтобы она была красивой и жила очень долго. Для каждого из нас мама – самая лучшая и красивая. Она все умеет. А главное – она нас понимает, как никто другой. Дочь Лона ценит и уважает маму. Для нее она единственный человек на земле, которому можно доверить абсолютно все. И пожелания ко Дню матери самые искренние. Успехов на работе. Она работает с детьми, поэтому ей очень много терпения нужно. Терпения бы пожелала, конечно. А все остальное мы поможем. Добиться и сделать. Анна Курдинович поделилась с нами. Не всегда было все просто, но семья поддерживала. Когда узнали, что будет пятый ребенок, обрадовались. Дети младшего братика ждали с нетерпением. Счастлива и в гармонии с собой, и своей жизнью. Очень любит своих детей и внуков. Радуется каждой возможности собраться вместе. Если дети приезжают, то, естественно, я сижу и отдыхаю. Дети делают все за меня. Девчонки и убирают, и стирают, и готовят, и за детьми смотрят. Как бы мне хочется присоединиться к ним, а он мне сидит. Ты уже сделала свое. Все не мешай нам. Мы все сделаем сами. Очень приятно. Вы знаете, я прям отдыхаю душой и сердцем. Мой супруг меня всегда поддерживал. Я не помню, чтобы он меня когда-либо обижал. Я знаю, что я всегда у него на первом месте. Я и дети. Поэтому я считаю себя счастливой женщиной. Анна мечтает чаще собираться за одним большим столом, вспоминать веселые моменты из жизни и делиться впечатлениями. Но самая главная мечта – здоровье и счастливая жизнь детей.